здравствуйте дорогие друзья как я рад вас видеть надеюсь что вы меня тоже рады видеть огромное вам спасибо за то что вы поддерживаете этот канал мне это приятно просто вас привет вот спасибо за то что пишите комментарии которые я тоже читаю с огромным удовольствием и давно я не напоминал но напоминаю о том что существуют плейлисты на канале если вы хотите какую-нибудь пластинку увидеть желанную посмотрите сначала в плейлисты может быть там она уже есть например moody blues sparkle harum по джазу кое-что вообще достаточно много всякого разного панк фанк и так далее ну а сегодня не панк не фанк сегодня сижу на даче и наслаждаюсь старыми пластинками хотя я беру много раз уже что хорошая музыка не стареет никогда поэтому сложно говорить что это его старый да хотя достаточно давно вышел в свет вот так вот показываю японское издание вот эту штучку я не снимаю на всякий случай может может пригодиться если кому интересно наши есть такие упертые коллекционеры меломаны которые любят вот эти вот японские пластинки в комплекте с не помню как называется эта штука но это конечно дурь полная на самом деле пусть будет я тоже я не очень умный человек ну вот вот запилин 4 кто же не знает этот альбом все его знают все его любят я надеюсь хотя есть конечно люди которые даже beatles не любят не то что 4 запилину это их судьба такая тяжелая у этих людей я бы сказал ну ничего в общем конечно это шедевральный альбом один из самых наверное ну один из сотни может быть таких ключевых альбомов рок-музыки я говорю о сотне потому что меньше никак не получается очень много записано прекрасной музыки и музыки которая в той или иной степени меняет культурный мир мир культуры меняет культуру короче говоря меняет музыку а музыка это есть огромная часть культура и такие умные вещи говорю просто самому становится интересно даже до 71 год записывали пластинку в семидесятом и никто не ожидал что это будет столь грандиозно как получилось получилось ну фантастически неожиданно фантастически запись была как запись просто очередной альбом хотя конечно после грандиозного успеха второго альбома цепилин и после массы отрицательных отзывов о третьем альбоме отзывы основном от критиков шли но это тоже царапает это тоже в общем расстраивается артистов конечно потому что так или иначе в подсознании где-то сидит несмотря на то что всем все понимают что полно идиотов среди критиков полно просто неудачников каких-то каких-то бесталанных людей которые занимаются тем что критикуют произведение других я кстати говоря не критикую я просто говорю что мне лично нравится и не нравится да я и не критик никакой вот конечно музыканты хотели сделать альбом который ударил во всем в лоб и публике и зрителям хотя публике уже не надо было ничего по публике ударять потому что публика с восторгом принимала группу даже в америке даже весь все негативные реакции сию в южных штатах там в разных городах где живут так называемые реднеки красношей да даже вот эти вот негативные всякие вещи угрозы оскорбления они как-то спали немножко на нет и ограничивались телефонными звонками джимми пейдж я тебя убью там и все и вешали трубку таких каких-то наездов прямых не не было ну мне тоже много чего пишут в комментариях да ну в общем хотелось сделать что-то помощнее поинтереснее как говорил джимми пейдж что материала было накоплено уже на двойной альбом и при том что было накоплено на двойной альбом некоторые песни которые входят в эту пластинку записаны написаны прямо в студии были а что там было на двойной альбом заготовлено это мы услышали все в кусочках на альбомах физикл граффити на альбоме кода ну и кое-где еще там разбросан из заготовок выросли вот эти вот новые песни но тем не менее значит начали они записывать в лондоне в студии island потом что-то им не понравилось они уехали в деревню ну условно говоря там на природу да там позанимались и перебрались хэдби грэндж такой ну читали наверное все до замок не замок ну такой большой дом на природе куда приехал ян стюарт с передвижной студии rowing stones и на этой передвижной студии начали записывать новый материал половина которого рождалась прямо на месте там частности песня рок-н-ролл например в частности та же самая лестница в небо которую кусками уже записали в лондоне несколько кусочков дописывали потом уже соответственно фэдли грэндж собирали ее из разных эпизодиков вот но то что было записано решили сводить в лос-анджелесе перед тем как улететь в лос-анджелес отправились на гастроли гастроли были такие по клубам по английским заездом в ирландию где хорошо отыграли потом был концерт в милане где была страшная какая-то драка не драка среди публики там начали кидать шашки со слезоточивым газом все стали задыхаться музыканты убежали в гримерку в коридоре в коридоре оказались там повалил дым все двери закрыты чуть не умерли в общем да потом из милана улетели план в самолете рыдал что какое-то самое боже мой какой кошмар ну вернулись и после этого отправились в лос-анджелес сводить материал свели его пейдж вернулся с материалом обратно послушали в лондоне то что свели пришли в ужас хорошо это чудовищно это слушать нельзя и пейдж стал все это дело доводить уже в лондоне пересводить дописывать дорабатывать и заниматься в общем такой рутинной работой прерываясь все время на очередные концерты на очередные небольшие туры в общем нельзя сказать что все так легко и просто с этим альбом получилось с обложкой были большие проблемы там компания отказывалась arlantic выпускать пластинку с такой обложкой но репутация и мощь группа была уже такова что печь сказал что вы просто не получите тогда никакие записи делайте что хотите только вот эта обложка и все и все но бог с ним когда начинаешь слушать эту пластинку black dog который из такой как как оркестр настраивается в концертном зале до несется взрывается голос планта чудесно спета изумительно на всем альбоме так вообще все он вообще плохо то редко когда пел ну а здесь это шедевр и знаменитый риф black dog который кто только не играл из гитаристов я не знаю ни одного гитариста ни одного гитариста который не играл баре в black dog но играть то играл но как здесь все это звучит здесь две гитары в одном канале две гитары в другом канале сологи соло на гитаре сыграно в середине тоже не факт что на одной гитаре в общем там такой такая плотность такой звук невероятный да еще и в интервал там играется риф то есть и так прошивает эту песню хочется до сих пор слушать бесконечно хочется бы она вообще не заканчивалась хотя она длинная для такой песни где собственно чудес то гармонических никаких нет особенных там есть конечно бридж такой но в принципе так чтобы развернуться в композиторский музыкально там ничего такого нет все на этом рифе и но при этом за счет звука за счет обработки за счет реверберации которая там висит просто такое наслаждение его слушать в общем в общем все хорошо рок-н-ролл пошел дальше классика просто классический рок-н-ролл который сразу был с бацан практически в студии ян стюарт сыграл в своем стиле буги-логи на фортепиано и громко мощно задорно не очень не очень традиционная соло пейдж сыграл как всегда он он в традиции вообще не играл кстати говоря вот я вспоминаю то что наиграл джимми пейдж таких традиционных клиш клишированных соло вообще ни одного я не припомню и рок-н-ролл тоже он разбавил конечно своими этими делами the battle of the battle of evermore это просто галлюциногенная песня настолько она хороша настолько сэнди дэнни с плантом распевают и когда идут чистые вокализы без текста уже без слов несколько голосов наложено и это просто пространство полет это какая-то это вершина одна из вершин психоделической музыки наверное это просто какой-то космос океан облака поля горы солнце луна и все это вместе и так так открывается такой простор и пейдж конечно постарался как продюсер здесь так со звуком поработал и еще хочется сказать вот что что слава богу что альбом записан не с метрономом что не было этого этого идиотского клика который сейчас во всех студиях все музыканты все группы пишутся в клик то есть метроном записывается трек метрономной и в него все музыканты играют если the battle of evermore был бы записан в клик это был бы мертвяк была мертвая песня которую слушать было бы тоскливо уныло неинтересно и на середине хотелось бы выключить и перемотать на другую а здесь без клика когда все дышит все живет и чуть-чуть не попадание так чуть-чуть чуть-чуть опоздал на мандолинке там но тут чуть-чуть вперед сыграл и все и так хорошо вот без этого клика ребята если хотите играть рок-музыку забудьте про клик вообще между с метрономом надо дома заниматься в студии надо играть живу вот так все и будет будет все хорошо и кстати говоря мы вот с одним из зрителей наших который помогает мне очень сильно с этими роликами зовут уважением и об этом говорили чем хороша музыка скажем так 60-х середина 70-х и чем она отличается от то что было дальше отсутствием клика тем что она живая она вся сыграна практически в живую наложение не наложение это дело 10 но ты играешь без клика ты играешь в живой ритм который у тебя внутри если ты нормальный музыкант ты дома занимаешься с метрономом играешь ровно на концерте же на симфонии на когда выходит гитарист играет до консерватории он же у него нет наушника с метрономом он играется как играть так и здесь вот ну stay by to heaven говорить нечего это действительно шедевр это хоть она и собрана из кусков но тем не менее это настолько здорово и одна гитара две гитары блок флейта с клавишами в другом канале и потом 1 12 струнная гитара электрическая 2 12 струнная гитара электрическая потом дабл треки идут там же а потом не дабл треки они просто играют по-разному разные ритмические рисунки 2 4 12 струнки да и потом когда врубается вся группа уже там уже такое количество всего что не звучит что а как спетой как как это написано и исполнено нет до сих пор я поймал себя на том что до сих пор в финале песни мурашки по коже а это дорогого стоит это очень здорово что еще хочется сказать я не могу не сказать про любимейшую моя песню венда ливит брикс финальная это одна из самых моих любимых песен группа вы цепилин и все разговоры украдено не украдено плагиат переплагиат это все разговоры идиотские абсолютно разговоры в пользу бедных потому что во первых здесь авторство указано на основе чего эта песня была сделана а во-вторых все остальное что играла дзеппелин несчастные люди бедные обделенные люди завистники какие-то это плагиат это плагиат ну забудьте об этом прекрасно все сделано а вот песня которая мне безумно нравится for sticks эта песня как будто бы ее играет какая-то инди группа там 2010 году очень похоже вот забыть о том что это ладзеппелин что это как бы хард-рок да но по музыке по исполнению это чисто какой-то такой вот не пост-рок там да чисто инди группа абсолютно необычно здорово с фантазией монотонно при этом и в кусочке там рефрен когда бренчащая гитара включается акустическая в одном канале просто полный кайф полная шиза на самом деле очень здорово ну и все остальные вместе mountain hop и going to калифорния около американская песня все прекрасно просто пластинка которую каждый должен иметь в нескольких экземплярах